Здравствуйте! В эфире новости в студии Султаниси Такаева. Сегодня в программе. Выявлены новые заболевшие коронавирусом. Врачи определяют круг контактных лиц. В Симферополе почтили память жертв незаконной депортации армян, болгар и греков. Как в крымских селах пройдет всенародное голосование? В июле россиянам выплатят еще по 10 тысяч рублей на каждого ребенка до 16 лет. Тем, кто получил июньские компенсации, подавать повторно заявку не нужно. Выплата пройдет автоматически. Об этом президент России Владимир Путин заявил сегодня в обращении к гражданам. Семьи, где оба родителя потеряли работу в период пандемии, продолжат получать по 3 тысячи рублей на ребенка и повышенное пособие по безработице. Также президент предложил продлить стимулирующие выплаты медработникам и соцработникам до 15 сентября. А для тех, кто зарабатывает более 5 миллионов рублей в год, увеличить налог с 13% до 15%. Эти дополнительные средства государство направит на лечение детей с редкими арфонными заболеваниями. Владимир Путин подчеркнул, никто не будет оставлен в беде. Вся Россия обязательно придет на помощь. Если потребуется, все соберем в кулак. Ресурсы наших ведущих медицинских центров, вооруженных сил, МЧС, волонтеров, так, как это было в Дагестане, Забайкальском крае, других регионах. Мы с вами вместе доказали, что способны решать задачи исключительной сложности. С начала эпидемии мы сделали свой выбор. Твердо решили, что на первом плане должен быть человек, его жизнь, здоровье, благополучие. Что главное – это сберечь людей, а все остальное приложится. В тяжелых условиях эпидемии проявились лучшие качества нашего народа. За это время мы многое переосмыслили, научились более бережному отношению друг к другу и вновь осознали, как важны необходимы солидарность и доверие, которые помогают достойно проходить любые испытания. Масочный режим и социальная дистанция в полтора метра. Эти и другие меры безопасности для посещения парадов Победы в Республике разработали в правительстве. Об этом главе Крыма сообщил заместитель руководителя аппарата Совмина, начальник главного управления по организационным вопросам Вадим Мозговой. На входе к месту проведения будет проводиться термометрия, дистанционное измерение температуры и контроль соблюдения масочного режима. Координация расположения зрителей будет проводиться волонтерами. В парадах участия примут ветераны Великой Отечественной войны, боевых действий. Все волонтеры и те, кто будет работать рядом с ними, прошли тест КЛАКОВИД-19. Индивидуально, каждого ветерана, мы с вами договорились, то есть подвозят только экипажи, которые обработаны, водители прошли тест, сдали на наличие коронавируса соответственно. То есть зону оцепить, никого к ветеранам не подпускать в данном случае. По трибуне мы тоже говорили, никто из тех, кто не протестирован, ни в данном случае на трибуне не будет, то есть никаких вопросов даже в этом плане. Только все, кто прошел тест и получил отрицательные заключения, соответственно. Все, то есть, коллеги, там без вариантов даже, не обсуждается. При этом тоже, точно так же, ограничить количество, в данном случае, гостевых мест. Аксенов также призвал крымчан по возможности оставаться дома и посмотреть парады в прямом эфире по телевизору. Сегодня крымские греки, армяне и болгары во главе с председателем Госкомнации опочтили память жертв незаконной депортации 1944 года. Цветы возложили к мемориальному комплексу, расположенному у ботанического сада Таврической академии КФУ имени Вернацкого. Отношение власти к этому вопросу, на мой взгляд, достаточно внимательное и очень сильное, своевременное. То, что сегодня людей не делят по национальному признаку по вероисповеданию. И это способствует динамичному развитию как национальности, проживающих в Крыму, так и в целом нашего крымского региона. Напомним, в 2014 году президент России подписал указ о реабилитации крымских народов, которые были незаконно высланы за пределы полуострова. Сегодня национально-культурная автономия выстраивает работу в интересах своего настоящего и будущего. Поэтому к предстоящему голосованию за поправки к основному закону страны внимание особое. Я надеюсь, что народ Российской Федерации или граждане Российской Федерации проголосуют за принятие новых поправок Конституции, где практически исключит вероятность в будущем каких-то вот таких действий по отношению к своему народу, действий под своим гражданом, по отношению к тому, чтобы нарушать их права, а именно по переселению из одной места в другое, или нарушать по национальному признаку права граждан Российской Федерации. Оглядываясь назад в историю, мы вспоминаем это не для того, чтобы кому-то предъявить претензию, а мы вспоминаем это для того, чтобы это никогда не повторилось, чтобы наши дети знали, что нужно жить в мире и согласии, и в дружбе, что и, кстати, в Крыму и происходит. Восстановлена справедливость. Сейчас, согласно указу президента, реабилитированным народом оказывается всесторонняя поддержка государства, в том числе в области социальной защиты. Греки, армяне и болгары были незаконно депортированы из Крыма 24 июня. Памятные мероприятия провели сегодня, днем ранее, в связи с проведением Парада Победы. Завтра торжественные шествия пройдут в Крымской столице, в городах-героях Керчи-Севастополь. В Белогорском районе, в селах Зеленогорска и Цветочная, местные жители, депутаты и активисты встретились с председателем Государственного комитета по делам межнациональных отношений Альбертом Конгеевым и высказали свое мнение о новых поправках к Конституции. Обсудили организационные вопросы. Как будет проходить голосование, знает Сабина Дениева. Один избирательный участок и более 2,5 тысяч голосующих. Явиться и сделать выбор лично смогут не все. Поэтому в течение дня специальная выездная комиссия посетит селян, которые по разным причинам не могут покинуть свои дома. Все подготовлено, все меры безопасности предусмотрены, обработка всего помещения. Голосующих 2538 человек. Из них 55% составляют лица крымско-татарской национальности, которые сегодня в целом поддерживают изменения Конституции и я думаю, что пойдут голосовать и поддерживают проект нашего президента. Теперь голосовать можно и в будни, и в выходные дни. Не более 4 часов. Зеленогорцы понимают, насколько важно прийти и сделать свой выбор. От этого зависит их будущее. Очень важны поправки в Конституции. Для того, чтобы пенсионерам жилось легче и про них не забывали, делали им всегда дотации. Для того, чтобы многодетные семьи, была помощь для деток, я на голосование буду обязательно. Я считаю, что очень важны поправки в Конституцию и всех призываю явиться на участки для того, чтобы изъявить свое желание. В селе около двух тысяч голосующих. Утвержден график работы двух избирательных участков. Председатель государственного комитета Альберт Конгеев уверен, что поправки Конституции изменят жизнь каждого человека и страны в целом. Я убежден, что предстоящее голосование будет активным и граждане Российской Федерации, жители нашего Крыма обозначат свою позицию в отношении тех изменений, которые инициированы президентом Российской Федерации. Сейчас регионы получают необходимые санитарные средства для обеспечения безопасности во время голосования. Чтобы начать работу на избирательных участках, наблюдатели должны будут пройти тест на коронавирусную инфекцию. Сабина Дениева, Асан Ибрагимов, телеканал Милет. За минувшие сутки в Крыму от коронавируса из других субъектов Российской Федерации. Три случая город Евпатория. Это трое пациентов Евпаторийской городской больницы, которые находятся у нас на обсервации по типу обсерватора. Два случая это Феодосия. Это ранее контактные по зарегистрированному очагу. Два случая город Симферополь. Один выявлен при проведении противопедемических мероприятий по семейному очагу по ранее зарегистрированному. И второй случай при обращении за медицинской помощью. Следующие два случая это город Ялта. Двое граждан прибыло из других субъектов Российской Федерации. Город Уфа и город Москва. И один случай в Белогорский район. Пациентка в инфекционном стационаре обратилась с признаками УРВИ. Здание второй подстанции скорой помощи в Симферополе теперь с обновленным фасадом и крышей. Постройку 50-х годов прошлого века капитально отремонтировали. На это власти направили почти 5 миллионов рублей. Эльмаса Блакимова побывала на торжественном открытии. Готова рассказать подробнее. Ирина Гельманова укладывает лекарства и шприцы в медицинский бокс. Она фельдшер и готовит бригаду второй Симферопольской подстанции и скорой помощи к выезду. Отдел медобеспечения, где работает женщина, недавно отремонтировали и расширили. Здесь не все, а только то, что нужно заменить, если в машине что-то вышло из строя или разрезилась батарейка. В общем, помещение очень хорошее, удобно работать в шкафах, все медикаменты. Небольшая постройка 50-х годов прошлого века давно нуждалась в ремонте. Тут протекала крыша, пришли в негодность деревянные окна и осыпался фасад. Пришло время, что надо было снаружи привести здание в порядок, стены надо привести в порядок. За 5 миллионов рублей двухэтажное здание обновили полностью. Оборудовали амбулаторию и две комнаты отдыха для сотрудников. А также закупили компьютеры и мебель. Это узловая подстанция на 8 бригад. Она еще замыкает на себя две небольшие подстанции. Эта станция у нас одна из крупнейших подстанций по городу Симферополю. Надеемся, что в новых условиях будет комфортно работать. Капремонт здания – первый этап работ. До конца года здесь планируют облагородить территорию. На месте еще одной старой постройки появится административный корпус. Более 250 лагерей заявили о готовности открыть свои двери для детей, несмотря на COVID-19. Глава республики Сергей Аксенов внес изменения в указ о повышенной готовности. С 1 июля на полуострове смогут начать работу оздоровительные детские учреждения. Об этом сегодня на заседании Совета министров сообщила руководитель аппарата Совета министров Ольга Дугаренко. Все, что потребуется от родителей – подать специальное заявление на оздоровление ребенка. Также в Крыму заработают и тематические детские площадки. Крымские ученые начали работу над созданием виртуальной копии пещеры Таврида. Спелеологи уже провели ее полное 3D-сканирование. На это ушло больше месяца. Исследователи сделали и панорамную съемку. Она ляжет в основу создания 3D-картины подземных пространств. После благоустройства и строительства научно-рекреационного комплекса на поверхности облик пещеры кардинально изменится. Поэтому такая съемка позволит сохранить первозданный вид подземной находки. Работы осложнялись не только извилистыми галереями пещеры, но и недостатком освещения и кислорода. У пещеры Таврида сложный рельеф. Поэтому мы были вынуждены снимать через каждые 60 сантиметров, а затем редактировать снимки вручную. Это сложная и длительная работа. Бригады Крымэнерго восстановили электроснабжение в более 180 населенных пунктах. Повреждение вызвал грозовой фронт, обрушившийся на полуостров. От шторма пострадали электрические сети Сакского, Симферопольского, Бахчисарайского, Красногвардейского, Черноморского и Кировского районов, а также городов Белогорск и Джанкой. Бахчисарай вышел из режима самоизоляции, готов принимать туристов. Для удобства отдыхающих по инициативе главы администрации города установили шесть навигационных стендов, где отображены все основные достопримечательности Бахчисарая с указанием геолокации. Заработал Центр притяжения туристов Ханский дворец. Своих посетителей принял и Бахчисарайский парк. О режиме их работы расскажет Севиля Меметова. Ароматный кофе и национальные блюда крымских татар. Летняя площадка со своим розарием и мини-зоосадом. В Бахчисарай открылись все кафе и рестораны. Сервис на высоком уровне остался неизменным. К тому же и санитарные нормы стали строже. Каждые три часа делаем замену перчаток, масок. Три раза в день меряем температуру. То есть утром выходим на работу, ближе к обеду, когда меньше людей, и перед большим потоком людей вечером. Постепенно, уверенными шагами, Бахчисарай полностью выходит из режима самоизоляции и уже активно готовится к курортному сезону. Для удобства туристов и всех гостей Бахчисарая на ЖД вокзале установили навигационные стенды. На них изображены все достопримечательности города и указаны геолокации. Всего таких Бахчисарая шесть. Как рассказал глава администрации города Дмитрий Скобликов, у многих туристов материковые мобильные операторы. Поэтому им не всегда удобно зайти в интернет и посмотреть нужную локацию. В связи с этим в местах массового скопления людей, а именно в старом городе, появится бесплатная сеть Wi-Fi. Все туристы, если даже они находятся не возле стенда, то они всегда могут войти в интернет и посмотреть, куда им двигаться, чтобы передвижение по нашему городу было для них максимально комфортно и удобно. Мария Маматюк родом из Калуги. Последний раз окунуться в Восточный Галорит приезжала 15 лет назад. Сегодня в Ханском дворце получила совершенно новые впечатления. Самое яркое впечатление – это посмотреть Бахчисарайский фонтан. И когда ты смотришь действительно, что же это такое на самом деле, ты его представляешь, что это фонтан. А когда ты видишь, что это такое, и когда ты узнаешь историю, насколько это древнее сооружение, как это можно было сделать, что это до сих пор работает неведомым образом, тогда дух захватывает, потому что это какое-то волшебство инженерной мысли. Музей-заповедник открыт с 20 июня. В связи со строгим распоряжением Роспотребнадзора на территории дворца все еще действует масочный режим. Актуальная дистанция в полтора метра. Мы можем пропускать и водить экскурсию только не более пяти человек, группа. Нам запрещено работать по договорам с туроператорами, с группами большими, естественно, тоже. А это знаменитый Бахчисарайский парк. Он работает с 1 июня. Сегодня здесь основные посетители – крымчане. Но уже есть и туристы из других регионов. Много интересного как взрослому, так и ребенку, потому что здесь много животных. Взрослым тоже интересно посмотреть, и детям есть чем заняться. То есть не только зоопарк, там всякие аттракционы. Пока сотрудники парка работают с 9 утра до 9 вечера. Когда перейдут в штатный режим, рабочий день продлится до 11 ночи. Сейчас мы работаем в укороченном режиме, соблюдаем дистанцию полтора метра. Экскурсия в основном проводится для индивидуалов, то есть это для семей – 2-3 человека. И наш гид рассказывает информацию о дворцах музеев, которые находятся у нас на территории. В зоопарке тоже готовятся к курортному сезону. Здесь проводят реконструкцию вольеров. Основной поток туристов планируют принять 1 июля. Здесь обитают короли всех животных и львы, пока они находятся в зимней резиденции. Тут для них созданы все необходимые условия, а именно полы с подогревом и вентиляция. А уже совсем скоро, а именно 1 июля, они переедут вот в эту летнюю резиденцию, пока рабочие здесь подготавливают все необходимое. Посмотреть на диких животных можно будет как с этого ракурса, так и с верхней площадки. Сегодня в зоопарке более 2000 особей. Для них оборудованы больше 120 вольеров. По словам Дмитрия Скобликова, 15 июня по Крымскому мосту проехало почти такое же количество транспортных средств, как и годом ранее. А это значит, что сезон Бахчисараи будет. Максимальное снятие всех ограничений с 1 июля, то есть это будет разрешено бронирование в гостиницах, в отелях. Мы с этой даты у себя сделали такую точку отчета именно нашего курортного сезона. Поэтому мы ожидаем, что сезон состоится. Да, он с небольшим запозданием, да, с небольшими корректировками. Как масочный режим на территории кафе и Ханского дворца и так далее. Но надеемся на то, что люди поедут. Дмитрий Скобликов отметил, что в пользу отдыха в Крыму сыграет и то, что иностранные курорты пока еще закрыты. Междугородних рейсов нет, а республика уже готова принять всех туристов. Севиля Меметова, Дмитрий Низовой, Телеканал Милет. Крымское региональное отделение Ассоциация юристов России проведет единый день оказания бесплатной юридической помощи в режиме онлайн. Консультация специалистов для граждан пройдет 26 июня с 10 утра до 5 вечера. Помощь окажут опытные юристы. Связаться с ними можно по номерам телефонов, которые вы видите на своих экранах. 24 июня в связи с проведением Парада Победы в центре Симферополя ограничат движение автотранспорта с 7 утра до 14.00. Трафик ограничат на проспекте Кирова по улице Севастопольской, Турецкой и Пушкина. Схемы проезда по другим маршрутам остаются прежними. Это все новости на сегодня. Оставайтесь с телеканалом Милет. Всего доброго! Субтитры подогнал «Симон»!